За полгода ненецкие рыбаки выловили почти 7 тысяч тонн рыбы в морских и внутренних водоемах. Это навага, щука, сик, платва, ясь, пелец и другие виды рыб. Сегодня в округе этим промыслом занимается 7 рыболовецких колхозов и 83 индивидуальных предпринимателя. На одном из рыбных участков побывала наша съемочная группа. О тех, кто связал свою жизнь с самой романтичной и мужественной профессией, расскажет Любовь Пермякова. В 80 километрах от Наринмара, вверх по Печоре, бригада Валерия Христолюбова ведет промысел на одну из самых ценных видов сеговых рыб – ряпушки. У нас ее называют зельдь. А за сегодня сколько уже поймали? А вот мы первый спорку делали. Тяжело так вот целый день? Ну, так нелегко. Рыбацкий трупик, это тяжело. А вы давно работаете? Работаете, да. Около 30 лет. Вы сколько рабочий день начинаете? А, у нас ненормированный день. То есть целый день можете? Мы целый день можем, сутки. Сутки на воде, в любую погоду, в любое время года. Природа отпуска не дает, а Печора любит сильных и выносливых. Таких в бригаде Валерия Николаевича 8. Рыбаки-профессионалы, рыбу ловят не первый год, видно по рукам. Кожа задубевшая от ледяной воды, от бесконечных километров сетей, пропущенных через ладони. У нас обыденная жизнь. Да, с утра до вечера. С утра до вечера, целый день. Кидаем, кидаем, выбираем. Такая обыденная жизнь у рыбаков длится долгие месяцы. Непромокаемый прорезиненный комбинзон защищает от ветра и воды. А вот душу от длительных разлук с семьей спасает домашний уют. В 10 минутах езды от Печоры у рыбаков есть частное подворье. Добираемся туда на уазике с поваром бригады Олегом Осипенко. На горизонте виднеется хозяйство рыбаков. Вообще впечатляет, словно попадаешь в маленькую деревню. Пес Паниель по кличке Косой дружелюбно встречает нас у порога. Лапа подает. Всего на территории рыбной точки несколько жилых домов. Есть мастерская, подсобные помещения, баня. Заходим в самую большую избу. Ой, у вас тут прям целый дом, да? Конечно. Мы здесь живем. А дом откуда привезли? Из республики Коми. Насколько рассчитан у вас дом? Так, ну, человек 8 живем. У нас обиденный большой стол. Дружно живете? Бригада-то уже, наверное, сложилась за несколько лет. С годами, да? Уже, наверное, как родственники. Да. Живут ребята дружно. Многие работают здесь на протяжении пяти. А кто и больше? Десяти лет. Режим выработан годами. Ну, стоим мы в часов девять. Потому что поздно ложимся. Завтракаем. Кто кофе, кто чай. И уже Валерий Николаевич распределяет, кто куда. И выезжаем на свою работу. Ну, я повар, я остаюсь, соответственно. А ребята все по лодкам, кто куда. Вот и сегодня для своих коллег-рыбаков Олег Юрьевич готовит обед. А на обед что готовите? Какое? Суп, борщ. Потом, что у нас еще бывает? Уха. А любимое блюдо какое? Бросят что-нибудь там, например, да, приготовить? Нет. Обычно, что изготовлено, то едят. Тому и рады, да? Да. Вот такие они, рыбаки земли Ненецкой, неприхотливые, железные воли, для которых рыбалка – это не только хлеб, но и особое состояние души. Благодаря их труду живет и развивается Ненецкий автономный округ. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова